Я думаю, что я буду один из всех докторов, которые в итоге становятся алкоголиками и разрушают свою жизнь и жизнь всех окружающих. Кунигали Диман Ди Айсон. Отправляешь все эти донаты, потому что ты под кайфом. Сестра, заберите у него телефон, пожалуйста. Сестра! Я надеюсь, что у тебя все нормально, чувак. Что ты в полном сознании и у тебя все хорошо. Очень надеюсь. Ну, я очень благодарен. Спасибо тебе огромное. Это твои донаты, это большая помощь на последних стримах. Я не могу это словами выразить полноценно, потому что то, какие ты донаты делаешь, оно не поддается выражению благодарности. Я просто не могу адекватно благодарность выразить, поэтому, ну, поверь мне на слово, что я очень-очень-очень благодарен. Эй, 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 вы че? Блин, вот о чем я говорю. Нас выживаемости бесед не хватает. То есть какая-то коза из портала на меня прыгнула, и все, и мы сейчас, мы сливаемся почти полностью. Надо с выживаемостью что-то делать. Я не знаю, может, нужен лайф-лич какой-то вставить, или что-то такое. Эй, я не представляю, как мы будем жить на картах. И даже на Китаве. О, на какой Китаве? Мы на Малахай будем сливаться, столько в путь. Да уж. Варлок, а как же психиатр? На психиатрия это не... Не то. К тому же, какой из меня психиатр, чат? Вы меня видели? Не так дым, как ты видишь, Редблэйд. Какой психиатр? Что, о чем вы говорите? Ну, доктором я бы, наверное, очканул стать. Единственное, что можно быть каким-нибудь безобидным доктором. Там, диетологом, например. Ну, подумаешь, кто-то жирный станет, или умрет от недоедания. Это, как бы, по большому счету, их проблемы. Диетолог, он же не настоящий доктор, правильно? Он просто рекомендации дает. А там уж следуете вы рекомендациям, не следуете, это ваша проблема. Берите мне что-то лучше. Программисты, это вот мне как-то все-таки ближе, наверное. Тоже не идеально. Скажу, я... У меня не хватает для того, чтобы... Ну, я никогда не работал программистом и не учился на программиста. Но... У меня был друг в школе, который... Он реально хотел стать программистом еще с самого начала своей учебы. Он... Он... Когда мы еще учились в школе, он там устанавливал себе Visual Basic. Что-то там писал на нем. Какие-то там... Окошки у него вылазили там. Hello World. Там все дела. И... У него получалось, в итоге он, конечно, пошел учиться на программиста. Не знаю, как там, что он добился. По-моему, он работал по профессии программистом. Так. Нам нужно сначала в доке, а потом туда, по-моему. Он работал программистом потом, насколько я знаю. Но мы с ним уже потом не общались. Потому что он лох, общался только с крутыми пацанами. Пацанами. Нет. Просто мы были в разных школах. Я был слишком занят карьерой киберспортсмена воображаемой. Чтобы вообще с людьми разговаривать. Но... Ну, то, что я видел, как это, собственно, делается. Ну, вот эти тонны кода, которые он писал. Чтобы у него два окошка вылезли и там реагировали на кнопки, на которые он нажимает. Мне кажется, у меня не хватило бы силы и энергии на то, чтобы пересилить себя и сидеть за этим кодом, вылавливать там баги. По большому счету, программирование, оно же... Даже не знаю, с чем сравнить. Не знаю. Наверное, оно просто само по себе. Это как язык, я так понимаю. Ты на нем пишешь. Компьютер тебя либо слушается, либо не слушается. Что-то такое. Сейчас меня в чате, наверное, за лошад. Программист тоже. Я бы хотел быть айтишником. Вот это я точно вам скажу. Вот это мое. Настраивать компьютеры, подключать сети. Вот это мне нравится. Айтишником я бы пошел. Ну, опять же, мы поговорим про гипотетическую ситуацию, когда у меня магическим образом в голове появляются знания о профессии и обучении. То есть, когда это все волшебство. Когда на это не надо учиться или там опыт какой-то набирать. Или еще что-то такое. Айтишник, вот это мое. Настроить компьютер, собрать, разобрать его. Там... Windows переустановить. Вот, это нормально. А, в остальное время сидеть и отдыхать. Нас порвут. Нас порвут на боссах. Этот билд лучше, чем мертвый. Я не знаю, как нас спасать. Чего мне набирать. Я просто... О, мой бог. Просто жесть какая-то. Остается надеяться, что... После получения... Что после получения первой... Первой профессии, так сказать. А я говорю... Что происходит вообще. Остается надеяться, что после получения первой профессии... Ну, или... Не профессия, как она называется. Первого возвышения. После прохождения лабиринта. Мы сможем... Стоять получше. И у нас явно мало энергетического счета. Скажу. Шмотки дерьмо. На них нет энергетического счета. У нас нет резистов. Но мой милишник тут все проходил трактором. Просто разносил в клочья. Не так быстро. ДПСа меньше. Но проходил здесь все в легкую. Здесь проблема в шмотках. Сто процентов. Я думаю. Нехватка здоровья. Нехватка энергетического счета. Нехватка какого-то лайфстила. Ну, нехватка. Я говорю. Лайфстила нет как такового. Это же Диабло. Карта есть. Инвентарь есть. Где-то оно. Оно практически. Ося. По мотивам Диабло игра. Диабло второго. Нам нужен щит. Нам нужен щит, который нам дает энергетический щит. Я говорю о чем-нибудь типа вот этого. Не делай ничего, что я бы. Пожалуйста, за роль мне нормальные статы на нем. Отлично. Шикарно. Здоровье и два резиста. Че нам еще можно заролить? Здесь нормально. Даже не знаю, как нам еще повысить свою выживаемость. Главный вопрос, чем? Да, короче, придется как-нибудь переждать и надеяться, что первый лабиринт нам поможет. Так я не знаю, как мы будем лабиринта проходить. Нас в лабиринте порвут. Может, я уже делаю какой-то невыживаемый билд? Но я взял здоровье. Я взял много здоровья. Вот здоровье. Вот здоровье. Вот щит. Здесь просто мана. Будем надеяться, что вот это возьмем. Все наладится. Хотя бы немножко. Ты разумей Google, хлопчик белорусскую? Игорь, спасибо огромное За белорусский донат Целых 50 51, прости, да еще и с сердечком Спасибо тебе большое Ну, слушай Не знаю, правильно он почитал Или нет, я не разберусь Потому что я по-белорусски не говорю Ну, понять, что ты говоришь Примерно можно Белорусский похож на русский Поэтому Ну, на счет варлок-лох в программировании, да Ты прав Уже две минуты видео на урок сделано То есть ты на... у тебя задание сделать какое-то видео на урок А ты, наверное, решил, что будет проще всего посмотреть мой стрим Сделать клип на отвече И потом учителю показать правильно Я согласен Если у тебя урок по философии, ты можешь, в принципе, любое мое видео брать И прям целиком учителю скидывать Марью Сергеевну, посмотрите Вот, вот, это мое задание Это я Я варлок в интернете Знаешь что, я тебе даю свое разрешение Ты можешь сдавать любые задания по видео урокам Через мой канал Говори, что ты варлок Кто там, господи, проверит А то, что внешне не похож Ты не показывай видео, где камера включена И все Проблема решена Я помню, в универе у нас было задание На видео На видео В общем, это было Чего? Какой предмет был? А, была реклама предмет Ну, типа Как правильно создавать рекламу И было задание сделать рекламу какую-нибудь Любую Ну, что придумаешь? Ну, я очень хорошо запомнил Мы сделали Мы сделали рекламу Типа политической партии Там Которая будет бороться с безработицей Ну, такую прикольную Там в черно-белых тонах сняли И там Там про безработицу знакомых девчонок сняли Как они там не могут денег набрать Чтобы купить себе В киоске пожрать Типа Ну, на самом деле Конечно, у них на спайс просто не хватает Этот И Ну, мы Мы получили хорошую оценку Но все остальные Поскольку я учился на туризме У нас 90% Других учащихся Это были девчонки Там Мы с чуваком У нас трое пацанов было Нет, четверо Нет, пятеро Пятеро пацанов было, по-моему По-моему, пятеро Они там туда то уходили То приходили То на другие факультеты переходили Но изначально у нас было пятеро И эту рекламу мы втроем делали Типа Проект на троих Если вы понимаете, о чем я И Реклама, в принципе, у нас нормальная Получилась Ну, так Если Самому себя оценивать И оценку мы получили хорошую Но другие рекламы, которые там были Это жесть Храните свою любовь Это Я вам отвечаю Это сделали на урок по рекламе Как Как Аттестационную работу Рекламный видеоролик На тему Храните свою любовь Какой Где вы, блин Такую рекламу видели Храните свою любовь Кто ее рекламирует Чего Кто Зачем Прикиньте Чат Вы включаете телевизор Там Храните свою любовь И такие вот эти вот Душные фотки Из контакта Там Этот Каких-то Целующихся Не целующихся Пар Такие, знаешь Радостные Вот Такие Листья Какие-нибудь Осенние Че-то там Девочки Непонятного Вида Храните свою любовь Главный посыл рекламы Я был в шоке А не то же дело в том Что получили Я бы их вообще Сразу выгнал бы Из универа Тут же Так Принесли Храните свою Свою любовь Рекламу На аттестацию Все До свидания Забирайте документы А шоу Нам уже диплом дадут Нет, вам диплом не дадут Идите нахер Идите Работайте Любовью Вам нельзя Работать Вообще нигде Я понимаю Что Девчонкам Просто По 17 лет И у них Ничего другого В голове нет Что собственно У меня тоже В принципе Ничего другого В голове Кроме Любви И киберспорта Ничего другого В голове Не было Ну я же Блин Не приперся Сохраните Свой Киберспорт Я же Не приперся Сохраните Свой Киберспорт На экзамен Ну че Хоть Какие-то Лимиты Черта Должна Быть Проведена Здесь Чарл 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 живет Своей жизнью Варлок Своей Да вы меня Спровоцировали Про это Говорить Я не помню Чем Но спровоцировали Так 15 энергетического Щита Йоу Вот сейчас Мы вот эти Штуки возьмем И тут будет Норма энергетический Щит Потом мы пойдем На грозовые удары А потом Скорость каста Интересно Но мне Бы еще Энергетического Щита Потом набрать Ладно Потом посмотрим Да нас нет Ты забыл Ты забыл Что мы воображение Варлока Чат Точно Может вы не настоящие Вообще Откуда я знаю Ебал Где мой портал А Портал нам не нужен Нам нужно Вот Сюда Потом сюда Дворец там какой-то Или храм Не помню На доктора Слишком долго Учиться Сказал Человек Месть Которую Он выбрал Из-за кентов И гамал Сталкера Без смертей Во время учебы Да Что типа того Я в натуре играл Я не знаю Может и про себя Конечно Но если ты про себя То мы С тобой вместе Играли в сталкеры Без смертей Во время учебы А это было Круто раньше Сейчас В принципе Мне идея Без смертей Играть Мне нравится Очень Но Игр Которые под это Подходят Я встречал мало Больше всего В натуре Подходит сталкер Я несколько раз Пробовал Один раз пробовал Даже на ютубе Очень старые Старые видосы Есть у меня Ну очень старые Двухлетней давности У меня есть В натуре серия Без смертей В сталкерзов Припяти А первого Сталкера Я почти прошел Без смертей Ну когда еще Ютубом не занимался Это было очень давно То есть что Это еще в Запорожье Жил То есть Десять лет назад Было Больше десяти лет назад Я практически прошел Первого сталкера Без смертей Я дошел До АЭС И там Меня тупо Накрыло На вот этой секции Где там надо бежать И из гранатомета Стрелять Ну короче Такая полузаставочная Секция Ну я туда пришел Такой А там оказалось Что нифига Все мое снаряжение Все что я для этого Собирал Роли по большому счету Не играет И меня там Случайным взрывом Просто убило И все Тупость Такие штуки Портят Почти все игры Которые Можно было бы Играть Без смертей Пас в экзайл Без смертей Портит Байдана Пас в экзайл Без смертей Портит Лаг Ну или даже не лаг Если у тебя Интернет вырубает То тебя могут Тупо убить И все До свидания Персонаж Принцов Персия Вне серийной Лучше подходит Куда не грохнешься Напарница Вытащит Понятно Что есть игры Которые В которых Смерть Как таковая Там Ну Либо является Игровой механикой Либо Либо Не существует В принципе Но я же не об этом Я об играх Которые Изначально Задумываются Как игры С загрузками Но которые Можно пройти Без загрузки Очень хорошо Заходит Готика Наверное И первая И вторая Но я пробовал Только вторую Вторая Шикарно Без смертей Ее можно играть Ее можно пройти Я это сделал Э И че Вот это весь Вот это ваш караван Да Он прошел 3 метра И зашел в портал Зашибись Готика Вторая Подходит Для Игры Без загрузок Без смертей Я ее прошел Без смертей Одна из моих Любимых РПГ В принципе Но Без смертей Она тоже играется Очень классно Там Практически Нет таких моментов Что тебя Запихивают В какой-то Нереальный бой Это первое Нету таких Вот как Заставочных Боев Или чего Или каких-то боев Где не решает Твое снаряжение Твоя подготовка Твой скил Там Во всех боях Это решает И там Соответственно Умереть в заставке Или что-то Такое Нельзя Ну Не знаю Как насчет Первого Прохождения Ее Все-таки Исследовать Неизвестные Какие-нибудь Пещеры И леса Там Будет Сложно Без Без Смертей Потому что Не от всех Противников Можно легко Убежать Вот это Точно Некоторые Противники Там быстрее Тебя А многие Противники Там просто Такие Что Ну ты никак Не можешь Внешне По ним Определить Что они Будут Наносить Очень много Дамага Рапторы Например Те же Они выглядят Как Велоцирапторы Что В принципе Выглядит Опасно И надо бы Подумать Что Они тебя Могут Сожрать Но они Наносят Намного Больше Урона Чем Может Показаться По их Нежнему Виду Ну и Там Несколько Таких Моментов Где Ну Нужна Подготовка Посмотрел на экран Варлока Он шторы Убивает Да Это шторы И я их Убиваю Попробуй Меня остановить Хиллок Кузнец До свидания Не в тюрьме Не в тюрьме Янус Переводится В перевозку Нам пофиг На то Куда Янус Переводится Хотя Знаешь Что Хиллока Надо было Не допрашивать Нам Вот что Важно Нам важно Чтобы Когда мы Раскроем Секретную Локацию Чтобы Вот тут Был чувак С большим Рангом Чтобы Чувак Хотя бы Со вторым Или с третьим Рангом Перешел Во Во Владельца Локации Это такая Механика Которую Долго Объяснять Но я Это Методом Пробы И ошибок Выяснил Мы Очень Хотим Чтоб Там Был Чувак С большим Рангом Там Намного Круче Награды Саркофаг Не считается Там Без Смертей Без Примочек Спидранеров Не пройти Какой Саркофаг Какой Саркофаг Ты про Готику Какой Саркофаг Готики Так Раз И Ты мне Что Должна Про Сталкера А Да Ну Саркофаг Это Как раз Финал Да Потому что Я Сталкера Это было Мое первое Полное Прохождение Я не знал Что там Будет В конце Хотим Либо силу Даже Либо ловкость А не интеллект Мана Здоровья Немножко Трэш Про Сталкера Сталкер Не идеален Хотя Ну Можно Его играть Во всяком случае Первый Сталкер Не идеален Мне кажется Зов Припяти Больше Проходит Но В Зове Припяти Тоже Есть Этот Проход Ну Который Под На который Ты еще Костюм Собираешь Он тоже Вчесовый Вот там Меня Убивали Когда я Давно Пытался Проходить Без Смертей А когда Я вот В последний раз Когда я на ютубе Пытался без Смертей Проходить Зов Припяти Меня убили Уже в Припяти Прогресс Но тоже Убили Причем Так по тупому Я помню Вообще Я просто Не понял С какой стороны Меня стреляют Было обидно Слушай По-моему Мы взяли Вот эту Одну Штучку На Энергетические Щиты И у нас Сразу Уже Получше Стало С выживанием Вообще Красота И сфера Хаоса В награду На какую Концовку Вышел Не помнишь Деньги Тогда Нет Я так Сталкер Первый До конца И не прошел Я смотрел Я доходил До самого Самого Финала До АЭС Так и не прошел Ну я смотрел Потом Концовку Нет Дело в том Что я читал Этого Я читал Оригинал Пикник на обочине Поэтому я знаю Что там ничего Заказывать нельзя Кроме того Чтобы там Уничтожить Этот Исполнитель Желаний Или что-то Такое Потому что он Всех разводит Все время Я умею на ютубе Проходить игры Без смертей Ну да Типа Такой Ой Сто процентов Нас вчера Не убили В прошлой серии Поверьте мне Дорогие Зрители Я вам Гарантирую Что нас не убивали И это Моя первая Попытка Ты бы мог Тогда пройти Если бы Ты не запаниковал У тебя было Сраных 40 аптечек Ты это помнишь Как Почему Я этого не помню Я вообще Практически не помню Что там было Я помню Я тупо запаниковал Я не понял С какой В стороны Меня стреляли А стреляли В итоге Откуда-то Сверху И там Когда ты В Припять Приходишь Идешь на сделку С кем-то там Со спецназовцами На вас Засаду Делают Но Подробности Не помню Сколько аптечек Было Точно Не помню Ну блин Было Классно Слушай Я бы еще раз Что-то такое Поиграл Чат Надо замутить Какое-нибудь Такое прохождение Когда я в отпуск Пойду В феврале Тьфу-тьфу Надеюсь Не сдохну До февраля Когда в отпуск Пойду Надо будет Нам замутить Что-нибудь Я не знаю Может Far Cry Третий Какой-нибудь Попробовать Без смертей Ну блин Опять же В Far Cry Третьем В чесовые миссии Там такие миссии Где-нибудь На джипе Можно разбиться И все Барлак Ты ютуб Не читаешь Я Посматриваю И туда И туда Но больше Читаю Твич Half-Life 2 Без смертей Спидранят На русском Ютубе Я верю Что там Спидранят И черта И дьявола Но Нельзя Свою жизнь Равнять На спидранеров Потому что Они машины А не люди Поэтому Спидранят И Марио Без смертей И черта И Dark Souls Без смертей Спидранят Ну че теперь Я не себя Буду равняться На чуваков Которые Dark Souls Спидранят Смертей Мне лучше В Dark Souls Не играть Не то Чтоб Я буду В него Играть Слушай Выживаемость Вроде Повысилась Нормально Пока Мне нравится Так Что у нас тут Тык 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 Нам же надо Это убить Девочку Как ее там Пойти Я не знаю Как ее на русском Перевели Спидранера Это сверх Люди О У меня к нему Море уважения Все уважение К спидранерам У меня есть Единственное Что я никогда Не буду спидранером Гарантирую Мой мозг Так быстро Не умеет работать С лоуранером Да Я могу Игры проходить Намного медленнее Чем Средний игрок Это запросто Это можно Спидранеры Это по-любому Китайцы Так нет Посмотри Какой-нибудь AGTQ Ну типа Awesome Games Dunk Week Там в основном Европейцы И американцы Играют Там Азиатов Практически Нет Варлок Прочитай Чат Теперь Когда ты Читаешь Я прекратил Бунт Привет 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 Миха Мишайка Привет Спасибо За службу Надеюсь Вам понравился Этот забег Если это так То нажимайте На кнопку лайк Это будет огромная помощь Хотите смотреть еще Конечно подписывайтесь И нажимайте на колокольчик Ну а я благодарю вас За то что вы смотрели Это видео И увижусь Обязательно с вами В следующий раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому